Время других известий с Алеппо вышло как-то нелепо. Кандидат президента США от либертарианской партии Гэри Джонсон извинился за свое невежество. Пару дней назад он на всю страну признался, что вообще не представляет, а что такое Алеппо. А теперь пытается оправдаться. Я хочу, чтобы вы знали, меня действительно волнуют все эти проблемы. Меня волнует, что наши военные погибают, получают ранения, психологические травмы. Меня волнует, что десятки тысяч ни в чем не повинных людей погибают в мире как следствие нашей военной политики. У нас есть возможность установить мир. Это всех нас волнует. А я так опозорился за всей этой историей, что такое Алеппо, и мне очень жаль. Джонсон действительно опозорился, другого слова и не подберешь, во время интервью одному американскому телеканалу. Тогда ведущему пришлось объяснять политику, о чем вообще речь идет. Если вас изберут президентом, что будете делать с Алеппо? А что такое Алеппо? Шутите? Нет. Алеппо это город Сирии, он стал эпицентром кризиса. А, окей, понял, понял. Причем своим промахом Джонсон заставил всех о себе говорить. Ну, кто до этого вообще слышал про такого кандидата в президенты США? Либертарианская партия – это так называемая третья сила, ведь в Штатах основные демократы и республиканцы. Либертарианцы принимают участие в президентских выборах с 1972 года. И ни разу кандидаты не добивались ощутимого успеха. Либертарианцы выступают за свободную рыночную экономику, права и свободы людей и пропагандируют невмешательство в дела других государств. Кэрри Джонсон, бывший губернатор Нью-Мексико, сейчас его цель – обеспечить себе поддержку хотя бы 15% избирателей. В этом случае он примет участие в первых теледебатах кандидатов на высший пост, а они, кстати, начнутся 26 сентября.